Почти неделю понадобилось дорожникам, чтобы восстановить размытый участок трассы Тюмень-Ханты-Мансийск возле Увата. Наш коллега-корреспондент Тюменской службы новостей Алексей Козлов все это время был на месте событий. Подробности, оставшиеся за кадром, узнаем у него прямо сейчас. Лёш, доброе утро. Доброе утро, Лёш. Доброе утро, коллеги. Ну всё, ты там был, ты там жил, как говорится, да? У людей было всё организовано, и еда, и горячее питьё, да, и обогрев. Ну, насколько я знаю, там нашлись такие люди, которые продавали пирожки по 100 рублей? Ну да, действительно так, всё было организовано. Ну, я скажу так, вот мы были в Увате, где люди находились тоже вот на трассе, и мы находились непосредственно вот у места, где произошёл ополдень, и там всё-таки это разные ситуации. Потому что там, где произошёл ополдень, люди буквально вот, они жгли костры на обочине, таким образом тоже себе готовили еду, хотя МЧС предоставляли кашу три раза в день, но она, видимо, всем надоела, как бы, да, за столько дней уже, то есть одну гречку есть. И действительно проезжали легковые машины, которые в багажнике привозили, ну, то есть обычную, там, еду, хлеб, там, пирожки, что-то по цене, там, в несколько раз дороже. Ай-яй-яй, наживаются на горе, да? Ваша съёмочная бригада, насколько нам известно, пришла жить там на дороге, получается, и представитель, тоже служб простыщик... Наверное, тоже костры разжигали. Беда, получается, сплотила всех. Было ощущение? Да, действительно, мы приехали туда на место размыва, и нужно было работать там на месте, и мы ночевали первую ночь вот в машине. Условия там действительно были довольно тяжёлые, потому что, кроме того, что машина, большинство машин не приспособлено для того, чтобы в них спать, а был дождь, было довольно холодно, ну, то есть там вились работы, люди смотрели на это, их это вдохновляло, что много очень чего делается. И да, действительно, оно объединяет, сплощает. Наша машина стояла рядом с другими, и там люди прожили уже несколько дней, и они из разных городов, из Томска, из Новосибирска, они подружились, в общем-то, жили одной такой семьей дружной. Телефонами, и потом разъехали. Да, и даже умудрялись шутить. А почему, Лёш, ремонтировали дорогу-то неделю? Почему так вот долго? Потому что это неделя, это нам кажется в Тюмени, недели это мало. Но когда там находишься, я сама побывала в таких ситуациях, это очень много, считается каждой секунды. Ну, я понимаю вопрос. Дело в том, что это очень большой объём. Просто нужно увидеть, чтобы себе представить. То есть, как бы, несколько метров это в глубину. По-моему, 7 метров, да, в глубину? Да, по-моему, около 7 или 8 метров это было в глубину. Там около 30 метров в длину. То есть, сколько нужно машин привезти туда. Потом сами трубы уложить сложно, потому что сама река, она быстротечная. И несмотря на то, что там одна труба, около метра в диаметре, она хоть и тяжёлая, но у неё большая парусность, её буквально водой поднимало. То есть, приходилось их прижимать плитами. Чтобы они не всплывали. То есть, вот работники занимались этим всю ночь. Там рабочие. И затем были целые колонны грузовиков, которые один с другим шли и сыпали туда песок. То есть, по-моему, их было около 8 тысяч кубометров. Ну, наверняка, разговаривали с дорожниками. Вообще, они какие гарантии дают, что подмыв снова не произойдёт? Ну, когда мы общались с заместителем руководителя Автодора, вот он рассказал нам о том, что всё равно это время... То есть, это мера временная. Потому что нужно фундаментальное сооружение. Какое тогда он именно не сказал. Но потом стало уже известно, что, скорее всего, это будет мост. А ты случайно не знаешь, есть ещё у нас на этой трассе Тюмень-Ханты-Мансийской ещё такие слабые места? И ничего не говорили? Ну, дело в том, что после этого случая, насколько я наблюдаю, стали исследовать подобные места похожие, где может произойти подобная ситуация. Насколько мы знаем, Лёш, ты будешь снимать фильм об Увадском размыве. Когда мы можем увидеть? Да, это будет программа «Репортер». Сейчас мы собираем дополнительный материал, какой-то новый материал. И в ближайшее время, как только будет готова программа, она выйдет в эфир. Спасибо большое за встречу. Всего хорошего. Желаю тебе удачи. Спасибо.